Еще раз добрый день, меня зовут Патчин Алексей, я старшотехнический специалист компании Клинкман. В ходе вебинара вы можете задавать мне вопросы в поле questions в правом меню. Самые интересные или частые вопросы мы озвучим в конце вебинара. Если вы хотите задавать вопросы голосом, пожалуйста, поднимите руку, и мы найдем вам такую возможность вставить в конце вебинара. Для тех, кто дослушает вебинар до конца, будут приятные бонусы от Клинкман. И начнем. Приветствую вас на вебинаре антикризисное обслуживание системы СУТП. На вебинаре вы узнаете базовые моменты, как сохранить вашу систему, построенную на базе систем платформ, в частности, или, в принципе, вашу систему на базе какой-либо из платформ в рабочем состоянии, улучшить ее, оптимизировать с минимальными затратами, как по времени, так и с минимальными финансовыми затратами. Если вы на данном вебинаре, то с нашей компанией, вероятнее всего, вы уже знакомы. Вижу некоторые знакомые имена. Поднимите, пожалуйста, руку, кто уже ранее создавал запросы на техническую поддержку к Клинкман или к Эдвайн непосредственно к Олегу. Да, вижу. Отлично. И перейдем плавно к тому, из-за чего мы здесь с вами сейчас собрались. Думаю, всем известно, что ситуация на рынке промышленных коммунициаций сейчас претерпевает некоторые изменения. Постепенно уходят либо временно, либо на совсем компании из-за сложностей с ведением бизнеса в России. Закрываются сайты поддержки для российских IP-адресов, замораживается на неопределенный срок взаимодействия с партнерами. С каждым днем неопределенность рынка все больше растет. Все чаще крупные компании сталкиваются с злонамеренными действиями со стороны IT-специалистов. Все чаще крупные компании сталкиваются с злонамеренными действиями со стороны IT-специалистов из других государств. Результаты таких действий могут быть как неудобства мониторинга текущего технологического процесса, так и финансовые потери, в редких случаях даже травмы или ущерба экологии. Также в связи с сложностями на импортном рынке зачастую становится невозможным обновить, улучшить существующую систему. Появляется необходимость нести затраты на переработку решений, внедрение альтернативных систем, использование менее проверенных систем или российских аналогов. Для того, чтобы понять, каким образом текущая обстановка коснулась вас, что вас интересует в дальнейшем развитии, просим вас заполнить небольшую анкету в процессе вебинара. В чате сейчас вы можете найти ссылку на данную анкету. Попробуйте сейчас перейти к опросу, и в ходе вебинара прошу вас ее запомнить. Наиболее интересные ответы мы сможем озвучить в конце вебинара. Буквально минуту для того, чтобы вы могли перейти по ссылке. Коллеги, поднимите, пожалуйста, руку. Все видят в чате ссылочку на анкетку на Google форум? Поднимите, пожалуйста, руку, чтобы мы поняли. Запись будет, запись будет представлена через 1-2 дня на нашем видеопортале, либо будут высланы ссылки на эту запись всем участникам. Для минимизации всех ранее перечисленных моментов мы рекомендуем вам придерживаться лучших практик, которые закрепляют себя как надежные решения на тысячах объектов. И данные практики проверены долгими годами эксплуатации. А именно, использование системы виртуализации позволяет вам повысить удобство работы с большими распределенными системами. Позволяет вам восстанавливать и откатывать систему до рабочего состояния, зафиксированного в одном из нобшотов буквально за считанные минуты. Снятие образов системы для восстановления. Также не менее необходимый инструмент для создания точек восстановления системы или полного бэкапирования жестких дисков. Для этого используется большое количество программных продуктов для создания бэкапа, либо стандартные средства Windows. Использование сервера шифрования. Для повышения устойчивости системы к внешним несанкционированным вмешательствам, прослушивание данных при передаче, внедрение унитуретных уставок, рекомендую использовать шифрование данных при общении между узлами. Обновление до последней доступной версии. В большинстве случаев компании, производящие софт, стремятся к постоянному улучшению, устранению недочетов, постоянному развитию программных продуктов. И в каждой последующей версии повышается стабильность системы, расширяются доступные функционы. Поэтому обновление до последней возможной версии при наличии каких-либо проблем можно отнести к одной из лучших практик по обслуживанию системы. Что касается компании AVEA, то практически на каждый нюанс конфигурирования программных продуктов выпускается одна или несколько технических заметок, предупреждений или целых документаций, в которых разбираются все тонкости настройки системы. На фоне этого очень важно иметь возможность обратиться к компетенту технической поддержки за консультацией. Желательно на знакомом вам языке, не тратя времени и сил на уточнение и перевод. Останавливаясь на последнем пункте наиболее подробно, так как компания Клинк предоставляет вам возможности технической поддержки на русском языке. Что включает в себя поддержка от локального дистрибьютора? И какие наиболее часто задаваемые вопросы мы получаем от наших заказчиков и от наших пользователей? Что мы можем вам предложить, как компания с огромным багажом знаний, компетенций и опытом работы на внутреннем рынке более 20 лет в условиях текущей турбулентности? Мы можем предложить штатное продолжение работы службы технической поддержки в рамках регламента по контракту Customer First, который позволяет вам получать вопрос, который Иванов задал. Я отвечу чуть-чуть попозже, будет на следующих слайдах. Мы можем предложить штатное работе технической поддержки по регламенту в рамках Customer First, либо если у вас нет Customer First от AVEA, мы можем предложить вам дополнительные услуги по консультации от Клинкма. Вы можете приобрести поддержку от Клинкма с необходимым для вас и для вашей ситуации тарифом. Существует 4 вида тарифов поддержки от Клинкма. Лайд, базовый, расширенный и индивидуальный. В зависимости от тарифа вам могут быть представлены следующие услуги. Решение текущих проблем в кратчайшие сроки, закрепление за вашей компанией отдельного технического специалиста, удаленное подключение к проекту, доступ к глобальной базе знаний и многое другое. Подробности вы можете получать, перейдя по ссылке, которую сейчас опубликуют в чате. Так, буквально пару секунд. Должны сейчас скинуть ссылку. Не будем задерживаться, сейчас опубликуют. Далее. Отвечаю на вопрос от Иванова Иванова. Можно ли сейчас приобрести авиа ВРФ на вновь строющееся предприятие? Стоит обратить внимание на то, что текущая экономическая обстановка не обошла нас со стороны. В связи с чем мы вынуждены объявить о временной приостановке поставок новых лицензий для состава АВРФ. Компания Климпл продолжит выполнять свои обязательства по оказанию услуг технической поддержки компаниям с действующим договором Customer First или договором поддержки от Климпл. Если их нет, но под определенную задачу вразово требуется наша помощь, то вы можете заказать либо аудит вашей системы, либо выезд нашего технического специалиста к себе на объект для консультации по устранению неисправности или решения какой-либо задачи. Заявки на техническую поддержку вы можете получить, заполнив форму у нас на сайте, Климпл.суппорт.собака.вандровая, либо написав непосредственно нашу техническую поддержку support.sobako.vandroway.ru Такие именно услуги по аудиту и иммиграции систем мы вам можем предоставить. При заполнении заявки аудита вы можете указать, что необходимо вам отследить в вашей существующей системе. Вы можете отследить выявление ошибок конфигурации проекта, анализ работы компонентов системной платформы, анализ механизмов резервирования и распределения нагрузки, анализ сообщений от систем сохранения логов, работы приложений Avevo, Windows, Dream Report и другие задачи. Также в рамках аудита мы можем проконсультировать вас по возможности перехода существующих систем на альтернативное программное обеспечение. Каким образом вы можете сконфигурировать получение данных, сбор данных, каким образом вы можете расширить уже существующую систему альтернативными российскими аналогами. Также мы можем провести все данные работы как дистанционно, так и на объекте заказчика. Мы все так же представляем вам услуги по обучению. Вы можете записаться на наши курсы, проходящие как в онлайн формате, так и в оффлайн формате в наших классах в Москве и Санкт-Петербурге. Курсы проводятся у нас на сертифицированные тренеры по программам продукта Avevo. Курсы подходят для любого уровня подготовки. Рад посмотреть расписание текущих курсов, запланированных курсов и подтвержденных курсов, вы всегда можете перейдя по ссылке к Linkman.ru на нашем сайте в раздел «Курсы». И теперь давайте рассмотрим практические шаги, которые вы можете использовать у себя уже в текущей системе. Перейдем к основным рекомендациям по обслуживанию системы. Рассмотрим на примере системной платформы, так как мы компания-представитель Avevo. Для того, чтобы более детально знать информацию о том, с каким программным продуктом вы работаете, у большинства вендоров, а также у Avevo, есть большое количество информационных ресурсов. Именно в частности в нашем случае у нас есть отдельные сервисы, отдельный портал для записи на обучающие курсы, вебинары. Все записи по вебинарам и информация о кратком содержании курсов также доступна у нас на YouTube-портале. Запись данного вебинара также у нас будет доступна на YouTube-портале, так что вы можете подписываться, ставить лайки, как часто говорят. Также сейчас от компании Avevo доступны технические информации и документации, а также дистрибутивы программ-продуктов Avevo. Их вы можете получить на HTP Software Support Avevo.com, либо обратившись в нашу техническую поддержку. Наиболее частые проблемы могут возникать с программными продуктами, если не соблюдены какие-либо требования по операционным системам, по совместимости операционных систем, либо по недостаточности ресурсов. Первым шагом при установке программных продуктов является проверка на совместимость данных программных продуктов с операционной системой, на которую вы планируете это все устанавливать, а также проверка по необходимым установленным компонентам на этой системе. В частности, для системы платформы предпочтительнее использовать для серверных компонентов Windows Server, для клиентских компонентов Windows Workstation, сейчас это Windows 10. Также стоит отметить, что для программных продуктов системной платформы необходимо, чтобы на узлах Galaxy Repository и узлах Historian был установлен SQL Server. Есть также некоторые нюансы по работе и по установке SQL Server. Вы можете установить SQL Server как из нашего дистрибутива, так и установить SQL Server предварительно перед установкой системной платформы. Для корректной установки SQL Server отдельно у нас есть дополнительные техноты для каждой версии SQL Server. Как их нужно установить, с какими полномочиями нужно запускать установку, какие права должны быть у пользователя. Для всех узлов системной платформы требуется, чтобы предварительно был включен .NET Framework 3.5. Более новые версии .NET Framework будут установлены автоматически и с собой дистрибутивы. Версии по соединительности программных продуктов и операционных систем вы можете посмотреть на gc-resource.avio.com.technology.matrix. Здесь представлено большое количество материалов о том, как именно на какие операционные системы вы можете установить тот или иной софт. Помимо программных продуктов, помимо операционных систем, требуется, чтобы софту хватало именно железа. Здесь представлен краткий перечень того, что использует системная платформа по ресурсам ваших серверов, по ресурсам вашего железа. Стоит отметить, что здесь представлены именно минимальные системные требования для компонентов System Platform версии 17. Не сильно поменялись требования и к версии 2020, но стоит отметить, что это именно минимальные требования для того, чтобы система заработала и запустилась. Если у вас присутствуют в проекте высоконагруженные скрипты, какие-либо сложные объекты, сложная графика, то, соответственно, да, требования также будут расти. Стоит это учитывать при проработке новых узлов. Вся дополнительная информация по установке и все системные требования вы также можете подчеркнуть в дистрибутиве в файле Install Guide PDF. Срезюмируем. То есть основные базовые ключевые аспекты перед установкой компонентов системной платформы и перед установкой даже любого ПО. Это достаточность ресурсов Hardware, то есть достаточность CPU, RAM, жесткого диска, разрешения экрана, достаточность работы с видеокартой, если требуется большая обработка графических данных. Также второй пункт – это то, что у вас есть весь сопутствующий софт, установленный на этих узлах. В частности, поддерживаемая версия операционной системы, SQL для системной платформы, .NET, framework также для системной платформы, и для InTouch при иммиграции на новые версии предварительно рекомендуем также ставить Office, так как там вместе с ним устанавливается большое количество ActiveX контролов, .NET контролов, которые зачастую используются в более ранних версиях InTouch. Соответственно, из практики, при иммиграции InTouch из старой версии в новую, если не у их установлен в Office, появляется большое количество ошибок по OCX. То есть, в принципе, вы, если работали с InTouch, в произведении иммиграции, могли их увидеть. Также есть некоторые требования, которые применимы именно для системной платформы. Это рекомендации по простому имени узла, то есть имя узла, на которое установлена система платформы, галактика или история, не должны содержать тире, дефис, из каких-либо символов, которые не поддерживаются как операционной системой, так и системной платформы. Для того, чтобы узлы могли обращаться друг к другу по имени, вам необходимо, чтобы у вас был настроен либо ActiveTirector, либо на каждом узле в папке hosts, если вы помните путь, это DiskC, Windows, System32, Drivers, ETC, hosts. В данном файле вы прописываете, какие IP-адреса, с каким именем узла будут соотноситься. Проверить деком настройки в соответствии с нашими технотами. Какие именно техноты вам могут потребоваться для всех данных проверок перед установкой наших программных продуктов, я покажу на следующем слайде. Проверить, что у всех пользователей есть достаточные полномочия. В частности, если у пользователя в SQL нет достаточных полномочий на запись и создание таблиц, могут быть некорректные поведения как галактики, так и узлах истории. Проверить сетевые настройки также по технотам, которые я на следующем слайде укажу. И очень важный аспект для того, чтобы ваша система работала корректно, так как большое количество систем у нас либо территориально распределенные, либо распределенные по множеству узлов, это синхронизация времени между узлами. Службы не любят, когда время различается либо на одном узле, либо на нескольких узлах. Также службы не любят, когда происходит гэп во времени на одном том же узле, то есть перевод времени в большую или меньшую сторону. В большую сторону, это менее критичная ситуация, то есть если вы подвели часы вперед, для большинства служб это будет незаметно. Это касается не только системной платформы, но и других программных продуктов. Если вы откатили время назад, может потребоваться перезагрузка некоторых служб, иначе работа этих служб может быть некорректной. Соответственно, для системы платформы синхронизация времени между узлами также довольно критична, так как система является рантайм-системой, и происходит постоянный обмен данными между вашими узлами. Основные материалы, которые вам необходимо изучить перед установкой компонентов системной платформы, это Install Guide, соответственно, есть в каждом дистрибутиве. И далее приведен перечень технот, технических заметок, в которых указаны нюансы по конфигурированию тех или иных моментов. Флаг for IT professionals. Здесь указаны основные вопросы, которые возникают у разработчиков, у дистрибьюторов, у конечных пользователей во время эксплуатации или настройки систем. Порт required. В данных технических заметках указаны... В данных технических заметках у нас указаны... В данных технических заметках у нас указаны необходимые порты для работы системной платформы, какие порты должны быть открыты, какие порты должны прослушиваться, troubleshooting, bootstrap, communication. Данную техноту стоит открывать после того, как вы уже установили системную платформу, для того, чтобы у вас была корректно налажена связь между вашими узлами. Antivirus Exclusion. С данной технотой стоит ознакомиться перед установкой компонентов системной платформы, если у вас установлен антивирус на каждый из узлов. Здесь указаны исключения для антивирусов, которые могут повлиять на работу с системной платформой. Network setup. В перечне данных технот указано, как лучше настроить сетевую архитектуру, как лучше настроить сетевые карты на каждом из узлов системной платформы. И, соответственно, инстанкт SQL Server по сути здесь указано, как именно нужно установить SQL Server для того, чтобы всех полномочий было достаточно для корректной работы системной платформы. Далее. Если мы рассмотрели сейчас основные материалы, которые требуются, и нюансы, которые требуются для работы системной платформы, для подключения нового узла к системной платформе, добавления клиента, добавления серверной части, то здесь, на данном слайде, мы можем рассмотреть основные моменты по миграции системной платформы. С более ранних версий. Прошу прощения, да, тут есть вопрос, на который я могу сразу ответить, почему эти техноты не выложат в общий доступ, чтобы не запрашивать каждую у техподдержки. Данные техноты будут вам предоставлены по окончанию вебинара в виде ссылки на обращенные ресурсы. Основные моменты по миграции. Зачастую требуется обновление ваших систем до более новой, актуальной версии. Поэтому первым шагом для того, чтобы мигрировать систему, допустим, с 14 на 20, с 12 на 17, в первую очередь требуется проверка совместимости операционной системы и новой версии System Platform. Также и для других программных продуктов. То есть, если вы хотите обновиться в одной из платформ на более новую версию, проверьте, что операционная система, на которую вы будете устанавливать данный софт, поддерживает данный софт. Если вы просто будете, удалите старые компоненты и установите новую версию на ту же самую операционную систему, у вас могут появиться непредвиденные ошибки. Далее. Лучшей практикой является создание дублированной системы. Именно создание на виртуальных машинах или на физических машинах дублированной системы с чистой установкой всех компонентов программных продуктов, как системной платформы, так и других вендоров. В дальнейшем перенос туда бэкапов из работающей системы, настройка этих бэкапов на новую версию и пусконаладка. Далее идет параллельная работа двух систем какое-то время, то есть и старый, и новый, после чего идет проверка корректности миграции, то, что в новой системе у вас нет каких-либо багов, ошибок, сбоев. И на технологическом остановке ввод в эксплуатацию дублированной системы как основной системы. И оставление старой системы для режима песочницы, для проверки каких-либо внедрений, для проверки каких-либо рекомендаций, настроек и прочего. Также при необходимости вы можете вывести из эксплуатации вторую старую систему, если требуется освободить ресурсы. Куда же без резервирования программных продуктов? То есть сейчас для лучшей отказовой устойчивости платформы, для лучшей отказовой устойчивости систем практически повсеместно используется и резервирование сервисов, резервирование баз данных, резервирование источников данных и прочего. Давайте я расскажу, как это используется у нас в рамках системной платформы, как это реализовано в рамках системной платформы. В рамках системной платформы резервирование реализовано у нас На уровне приложения, на уровне App Engine, то есть службы, которые отвечают за обработку всех данных, и на уровне объектов Rdio, то есть это объекты, которые отвечают за получение данных, коммуникацию с источниками данных, в частности с контроллером. Итак, без резервирования системы у нас получается довольно-таки неотказоустойчивая, то есть если произойдет у нас прерывание связи либо на уровне передачи данных с контроллером на сервер обработки данных, либо выберет сетевая карта у сервера обработки данных, таким образом у нас произойдет остановка нашей диспетчеризации. Если мы будем использовать резервирование на уровне системной платформы, то если что-то произойдет с сервером обработки данных, то все материалы, все данные, все файлы чекпоинта, файлы чекпоинта это синхронизированные данные между двумя узлами, автоматически переносятся на второй узел, и второй узел поднимается в работу. То есть если основной сервер у нас выходит из строя, то второй сервер продолжает работу. И каких-либо простоев на системе не возникает. Настройки резервирования. Лучшие практики по настройкам резервирования для системной платформы. Это установить вторую сетевую карту, выставить порядок следований сетей. Для различных операционных систем это требуется или нет. То есть это можно указать как метрикой, так и порядком сетевой карты при использовании никтибика. И задать RMC сетевым адаптером, то есть резервным сетевым адаптером, по которому происходит обмен данными между узлами application сервера, между узлами обработки данных. Фиксированный IP адрес отличный от соединения супервайзера, то есть от основной сети обмена данных. Желательно также соединить RMC сетевые адаптеры прямым кабелем без дополнительных коннекторов. Если у вас среда виртуализации, то достаточно просто выделить дополнительную байтсети. Для того, чтобы настроить резервирование в application сервере, вам необходимо выстроить три пункта. Это задать объектам WinPlatform соответствующие локальные IP адреса для RMC сетевых карт. Настроить App Engine на резервирование, то есть поставить галочку redundancy у каждого карты службы App Engine, которая занимается обработкой данных. Назначить App Engine основной или резервный на необходимые вам объекты WinPlatform. И в принципе задеплоить. Деплои происходит следующим образом. Вначале деплоивается основной App Engine, основная служба обработки данных. И через RMC канал передается на резервный узел информация по резервному App Engine, по резервной службе. Резервирование нет. В настоящее время поддерживается только в сетевом платформе. Поддерживаются только парные резервирования. Требуется второе сетевое подключение. Из терминологии конфигурации в системной платформе есть основной App Engine, это Primary App Engine, есть резервный App Engine или Backup App Engine. В терминологии времени выполнения это активный App Engine, это тот, который в данный момент работает сейчас. Активным App Engine может быть как Primary, так и Backup, в зависимости от конфигурации вашей системы. Или StartBy App Engine, соответственно, тот, который ожидает и мониторит Primary сервер. Активный сервер. Соответственно, Active App Engine становится на Standby App Engine как на партнера и мониторит его по двум каналам связи. И по супервайзере сети, и по RMC сети. В настройках вашей системной платформы вы можете увидеть, какие именно порты используются для мониторинга. Это 30000 и 30000 в первый порт. Они должны быть открыты в обе стороны. Соответственно, при выходе из строя одного узла у вас Standby узел, как указано на слайде, переключается в активное состояние. И, соответственно, при возвращении в работу узла Primary, он становится в состоянии Standby. Что именно синхронизируется через RMC сеть? Это текущие данные, состояние времени сигналов тревоги, блоки Storm Forward, то есть исторические блоки, которые передаются в базу данных, развернутые объекты и конфигурация этих объектов. Статус App Engine. То есть, по сути, передается сигнал HitBit, который позволяет отслеживать резервному узлу состояние активного App Engine. Помимо того, что вы можете настроить резервирование из двух узлов, вы можете перераспределить нагрузку и использование резервирования. Таким образом, у вас не потребуется использование второго, точнее как, второй узел у вас не будет простаивать. Он будет заниматься обработкой данных, но уже с других App Engine. То есть, вы можете здесь увидеть на слайде перекрестную работу ваших App Engine. То есть, на одном узле работает один App Engine, на втором узле второй App Engine. И при неисправности у вас произойдет переезд только на один из узлов. На каждой WinPlatform размещены разные App Engine объекты, нет необходимости выделения резервных узлов как отдельных. То есть, резервные узлы, они не стоят мертвым грузом. Соответственно, данная архитектура позволяет вам уменьшить время переключения и задействования ресурсов второго компьютера. Рекомендуется создавать только несколько резервированных App Engine и размещать их перекрестным на платформах. Соответственно, это как раз таки у нас и есть load balancing. То есть, load balancing применяется для резервированных приложений. Среда может стать несбалансированной из-за того, что на одной платформе работают два App Engine. То есть, что именно, что такое load balancing? Балансировка нагрузки. Если у нас используется архитектура, которая у нас указывается здесь, то есть App Engine 1 располагается на WinPlatform 1, App Engine 2 располагается на WinPlatform 2, это сбалансированная система. Но как только WinPlatform 1 или WinPlatform 2 выходят из строя и обратно возвращаются, система становится несбалансированной, так как App Engine 1 и App Engine 2 работают на WinPlatform 1, то есть на одном из сетов. При использовании load balancing на каждой платформе размещается отдельный App Engine. Сколько объектов рекомендуется размещать в один App Engine? Чуть-чуть попозже я... По сути, если я правильно помню, не лимитировано в зависимости от нагрузки на App Engine. Стоит мониторить загрузку App Engine в варн-тайме при добавлении большого количества объектов. Чуть позже я скажу, какие атрибуты стоит отслеживать для размещения и настройки вашей App Engine. Когда применяется резервирование приложений, среда может стать несбалансированной. И да, из перечисленных здесь такого ответа нет, там тысячи, если я правильно помню. Когда применяется резервирование приложений, среда может стать несбалансированной из-за того, что одна платформа работает в App Engine. При стандартной конфигурации резервирования приложение механизм не переключается с резервного на основной автоматически. Для этого вы можете использовать скрипт в каком-либо из ваших App Engine для того, чтобы переключать автоматически на primary узел при возвращении его в работу. Таким образом, ваша система автоматически становится сбалансированной. Сейчас по резервированию... Да. Также, как помимо резервирования на базе App Engine, у нас есть резервирование на базе Device Integration объектов, которое позволяет вам вкупе с резервированием App Engine делать более отказоустойчивую систему и получать данные с ваших контроллеров вне зависимости от основного канала связи и вне зависимости от перебоев с интернетом. По сути, потеря управляющей сети придет к тому, что сервер потеряет соединение с данными, если не будет настроено резервирование. Redan Device Integration объект позволяет осуществлять связь через standby сеть, если связь посетить Active Abort. Примерно так выглядит архитектура при подключении и при настройке Redan Device Integration объекта в рамках системы платформы. Здесь у вас есть два отдельных сервера, которые считывают данные с одного и того же контроллера и объект, который выбирает, какой из серверов сейчас доступен. Выбирает он при помощи ping-item, то есть при помощи определенного тега, отдельного тега, который считывается с каждого из контроллеров или с каждого из серверов ввода ввода. И в дальнейшем передает все эти данные непосредственно в ваш объект. Помимо того, что у нас есть резервирование системы, также есть еще... То есть мы рассмотрели сейчас, каким образом мы можем сделать систему более отказоустойчивой. На следующем слайде приведена информация о том, как оптимизировать систему для улучшения производительности этой системы. Во-первых, вам потребуется настройка скан-периода в зависимости от опроса AIO. Что это значит? Вам необходимо синхронизировать скан-период вашего одного App Engine, который занимается обработкой данных, сбором данных, со скан-периодом опроса данных с сервера ввода ввода. То есть, да, это уже более углублено именно в настройках галактики, но здесь вам необходимо синхронизировать данные, прошу прощения, синхронизировать период опроса вашего App Engine с периодом опроса ваших контроллеров. То есть период опроса контроллеров должен быть меньше, чем период скан-период вашего App Engine. При необходимости более длительных опросов вы можете создать дополнительный App Engine, либо вы можете увеличить количество топиков для сбора данных с вашего контроллера. Для высоконагруженных систем скан-период опроса ваших контроллеров должен быть немного больше, чем у вашего App Engine. То есть они должны быть, они должны коррелировать и не должны перекликаться. Снижение скана виран. Скана виран это тег, который отвечает за нагрузку вашего App Engine. Скана виран это атрибут вашего App Engine, который показывает вам, что в какой-то момент времени ваш App Engine перешел, не успел выполнить все задачи, которые были ему поставлены в рамках вашего цикла. Если скан-период у вас постоянно растет, то вам необходимо либо увеличить ваш период опроса вашего App Engine, то есть скан-период вашего App Engine, либо распределить из него объекты в другие App Engine. Также вы можете оптимизировать скрипты, если у вас используются высоконагруженные скрипты в вашем App Engine. Edle Time больше нуля, то есть это время простое вашего App Engine, то есть то время, когда он уже выполнил все свои задачи, но соответственно ожидает следующего скан-цикла. Это время должно быть больше нуля. Average Execution Time и скан-период, то есть среднее время выполнения к общему скан-периоду должно занимать 30-40%. Загрузка CPU должна поддерживаться на уровне 30% на ваших объектах в PIN-платформе. Количество App Engine, которые вы можете размещать в ваших объектах в PIN-платформе, равняется, должно быть меньше, чем 2 ядра вашего CPU. То есть, прошу прощения, не та формировка. Высчитывать количество App Engine, которые вы можете разместить в одном PIN-платформе, нужно следующим образом. Вы берете количество ваших CPU, вы считаете 1, количество ядер вашего CPU, вы считаете 1, и умножаете на 2, умножаете на 2 и вы считаете 1. Таким образом, вы можете получить количество App Engine, которые допустимы для работы на одном WinPlat. Не рекомендуется использовать более 16 App Engine на одном узле. Документация по настройке и эксплуатации резервирования или наглядное видео хотя бы существует. документация есть. В дальнейшем я расскажу, где можно ее получить. Для каждого App Engine видео, если я правильно помню, также было где-то записано, но сейчас я посказать не могу. Для каждого App Engine используется свой Scan Period для того, чтобы не нагружать ваш процессор и для того, чтобы App Engine высоконагруженный процесс не выполняли синхронно. То есть, грубо говоря, если у вас один App Engine выполняется со сфан периодом 400 миллисекунд, второй App Engine поставить 500 или 600 миллисекунд в период опроса, либо разнести по миллисекунде по 2-3 миллисекунды. Более подробную информацию по оптимизации работы системной платформы, по оптимизации резервирования, по оптимизации всех процессов, которые есть у вас в системной платформе, вы можете получить на курсе по антикризисному обслуживанию систем по СУТП особенно на основе AveoSystem.net. По сути, курс предназначен для того, чтобы разобраться в системной платформе практически с нуля. Но с базовым пониманием IT-архитектуры. По сути, это углубленный курс для понимания всех процессов системной платформы, за который затрагивает и курс Application Server, и Historiome, и Device Integration Server. Здесь рассматриваются только те моменты, которые необходимы вам для того, чтобы понять, как работает система платформы, какие взаимодействия происходят в системной платформе. для того, чтобы вы могли доработать самостоятельно проект системной платформы, обслужить его, оптимизировать и настроить. По сути, на данном курсе вы получите всю необходимую информацию и ответы на все ваши вопросы по работе системной платформы. соответственно, в данном курсе и представляется информация по резервированию и оптимизированию системной платформы. Также информация по резервированию и настройке системной платформы есть на курсе Application Server версии 2020. Вы можете записаться на данные курсы и там получить необходимую вам информацию. В курсе также представлены лучшие практики по обслуживанию и эксплуатации системной для поддержания наибольшей производительности системной платформы. К тематикам курса, то есть на курсе будут рассмотрены основные темы, такие как подготовка ОС, создание настройки новых приложений, моделирование производственного процесса, то есть он плотно перекликается с курсом Application Server, но только наполовину. Здесь идет больше углубление на то, чтобы вы могли придануть курс, если вы ранее не столкнулись с системной платформой, разобраться, как она работает, и после курса вы могли получить информацию и навыки, именно навыки о том, как внести изменения в ваши существующие объекты, в ваше приложение, в ваш проект галактики. А также доработать его, если это требуется, без обращения в техническую поддержку, либо с обращением в техническую поддержку, но по минимальным вопросам. То есть, по сути, курс предназначен для тех людей и для тех специалистов, кому нужно быстро разобраться с тем, что делать с системной платформой, для того, чтобы ее оптимизировать и индустрируют. Сейчас благодарю вас за внимание. Сейчас постараюсь ответить на вопросы, которые вы задавали. Секундочку. Да? Сейчас я запущу вопрос с бонусом, что мы предлагаем. В конце вебинара буквально 30 секунд займет времени. Ответите, пожалуйста, выберите вариант ответа, если захотите воспользоваться бонусами от Клинкман. Перейдите, пожалуйста, в вкладку Pulse в правой части экрана. Не, на весь экран отображается сейчас у коллег вот этот опрос. Мы предлагаем три варианта поддержки. Мы можем представить скидку на курс, на проживение курса, бесплатную техническую консультацию или получить опрос лиц по аудиту системы и миграции. Вижу, коллеги отвечают. Я пока ознакомлюсь с вопросом, который задавали в рамках вебинара. Я старался отвечать, но некоторые вопросы объемные. спасибо за ответы. ответы. Я закрываю вопрос. длинный вопрос о сравнении мастер-скады и системной платформы. Интересует интеграция с 1С. По сути, здесь, насколько я понимаю, идет просто уточнение по работе системы и платформы, которые заточены на русскоязычный рынок и системы и платформы, которые заточены на международное использование. по вопросу интеграции с 1С я смогу вам ответить на почту. В дальнейшем сейчас на скидку ответить вам не смогу. Ранее сейчас наши продукты можно провести крайне сравнение ойм и мастер-скада. Данным также сейчас на скидку ответить не могу, потому что это разные продукты, по сути, разные продукты. общий функционал, но по сути это продукты разные. Могу ответить вам в письме чуть позже дополнительно на данный вопрос. Добрый день. Вопрос по серверу лицензии. У нас есть два сервера лицензии, основной и резервной как полный физический машин и раньше. Мы его обратно на виртуальную машину перенести. связь с этим есть вопросы. Можем ли мы использовать снижение старой виртуальной машины с этими лицензиями и нужно делать новый снимок с физического сервера. Пусть разогнается с сервера лицензия. Что делать в таком случае? Какой алгоритм действует лучше при использовании перевода ЛСП на виртуальную машину? В данный момент по вопросу лицензирования мы рекомендуем деактивировать лицензии и активировать лицензии на текущем модели и активировать уже на виртуальные машины. Я пытаюсь чуть-чуть вникнуть вопрос. Смотрите. В случае разворачивания со снапшота сервера лицензии уйдет грейс-период. У нас есть две инструкции по деактивации лицензии и по выходу из грейс-периода. Самый простой способ это деактивация ваших лицензий сброс грейс-периода на вашем сервере лицензий и активация лицензий уже там, где это вам требуется. Да, будут ранее купленные лицензии будут активироваться. Проблем с этим не возникало и не планируется. Скажите, как Клинкман связан с Авео официальные партнеры? Да, Клинкман это официальный диссеребьютор программ продуктов Авео. Так, у Авео СИМСА и АПСЕ закуплено поставлено. Теперь не можем активировать российское Авео, не может это сделать. В основном Клинкман занимается именно программой продуктов из портфолио Авео Мониторинг и Контрол. Так, закуплено поставлено. Думаю, мои коллеги могут помочь. Мы можем подсказать более детально, но в письме чуть позже. Я ответить на скидку сейчас не могу, это нужно уточнять у наших представил-специалистов и специалистов по сайте. Ранее купленные лицензии, повторюсь, будут активироваться. То есть проблем с этим сейчас нет. Да, могут, конечно, быть видены санкции, но маловероятно, что функционал активирования лицензии будет каким-либо образом странным. Так, еще вопросы? Алексей, я отправил тебя в Teams результаты опроса первичные. Можешь, если считаешь, нужно озвучить те моменты, которые что не устраивает в существующих решениях, если мы можем как-то некоторые ответы прокомментировать. Давай это сделаем. И нам коллеги продолжают задавать вопросы в questions. да, вижу. Следуется ли место приобретения и место активации. При приобретении лицензии лицензия должна быть зарегистрирована на какой-либо сайт ID, то есть на какую-либо компанию. В Россию пока лицензии на российские сайты, пока лицензии приобрести невозможно. Если я правильно помню. Более нетайно могут подсказать специалисты из отдела продаж. То есть чего не хватает лидировать сейчас по вопросу чего не хватает в плане технической поддержки для обслуживающей действующего ПО обучения и консультации по программным продуктам, аудит-системы для перехода на новые программные продукты. Меньше всего я не вижу там, что именно заняло. Внедрение дополнительных лицензий подскажи. Секундочку, давай я открою у себя. Секунду. На каком-то моменте остановился. Чего не хватает в плане технической поддержки, да, вот этот момент. Да, да. Первые два места заняли аудит-системы для перехода на альтернативное ПО. Вот, у нас 50% опрошенных выбрал этот вариант. И второй пункт это обучение и консультация по самостоятельному обслуживанию системы. то есть коллеги готовы получать консультацию и готовы рассматривать вопросы на переход на альтернативное ПО. Вот. А также, что вас не устраивает в существующих решениях. Ты посмотри, пожалуйста, у тебя должны быть варианты тоже представлены. Я тебе скрины на правил. Если какие-то варианты можешь прокомментировать. А, свободно, это открытый вопрос был, да? Да, открытый вопрос, да. Механизм резервировано, пока все устраивает, полные автоматизации, очень мало информации касаемо решения проблем, возникающих с продуктами InTouch или Historian. По решению проблем, возникающих с продуктами InTouch или Historian, обращайтесь к нам, мы всегда готовы вам помочь. Закрытые проекты к ПЛК, отсутствие технической документации. Но, увы, да, довольно-таки часто те, кто разрабатывает алгоритмы для ПЛК, не публикуют их или каким-то образом скрывают то, что загружено в ваш контроллер. Кстати, то же самое часто встречается и для SCADA-систем. Пропала техподдержка. Поддержка в случае ВЕБа есть, мы работаем, все хорошо, мы всегда готовы прийти к вам на помощь. Проблемы, связанные с поставками оборудования запчастей от вендора. Увы, в данной ситуации мы можем подобрать альтернативный компонент, который мы можем обоставить. Напомню, что компания Клинкул занимается не только программным обеспечением, но и железным. Перевод на ASU осуществляется постепенно, что происходит к разным проектам и к разным вопросам. К разным версиям ПО. Цикл проекта внедрения автоматизации и системы автоматизации на предприятии довольно-таки большой и есть такие институты. Отсутствие технических материалов, документации, видео по обслуживанию системы авиа-систем платформы. Поэтому у нас и разработан курс обслуживания системы на СТП, на СОДУ. По сути, это разработка наших специалистов, то есть Клинтон, по обслуживанию системы платформы. Так, не устраивает система лицензирования системы платформы. На это пока не могу ничего ответить. Пока все устраивает. Все хорошо. Так, какие процессоры более производительные или больше какие процессоры стоит использовать более производительные и с большим количеством ядер. Как я уже говорил, для Хисториана да, стоит использовать более производительные процессоры. Для Аппликейшн-узлов количество ядер имеет значение в том случае, если у вас используется большое количество аплэнженов. То есть там да, там требуется большое количество ядер. Для среды разработки более произведительные процессоры. Все-таки непонятно, если, допустим, приобретен в 2020 году, зарегистрирован на посетящих технологического оборудования на время разработки проекта, то можно ли перерегистрировать в РФ на заказчика в плане лицензии? Сложный вопрос. Думаю, мы можем ответить вам в письме о вашей конкретной ситуации. Отметьте, пожалуйста, данный вопрос. Мы, конечно, с вами свяжемся наш менеджер, и мы уточним все нюансы. Думаю, время нашего вебинара уже подошло к концу. Если есть еще какие-то дополнительные вопросы, говорите, задавайте. Мы всегда готовы идти вам на встречу и всегда готовы вам помочь. Завтра вам всем участникам и те, кто не смог участвовать сегодня, придет ссылочка на запись вебинара, придет ссылочка на опросный лист по аудитории системы иммиграции, а также придет ссылочка на презентацию, которая сегодня была участвовала в показе. Все получат и смогут воспользоваться данными материалами, которые сегодня были презентованы. Также пишите нам на электронную почту info.sobaka.ru Мы готовы ответить на все ваши вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!